У нас практически все крупные объекты, которые возводились строительством, завалены. И был огромный риск, что мы потеряем федеральные деньги. Удалось убедить руководство Дальневосточного федерального округа, Министерства по развитию Дальнего Востока и Минфин в том, чтобы эти деньги сохранить и перенести на следующий год. Так мы по межрайонному онкологическому центру поступаем, по Николаевской больнице, по центру спорта в Комсомольске-на-Амуре и еще по ряду объектов. В остальном все работы мы по дорожной сети в Комсомольске-на-Амуре, по дворам, по детским площадкам, по благоустройству срок делаем. Но по крупным объектам все стоит колом. То есть риск был несколько миллиардов просто потерять. Ну, слава богу, удалось сегодня в переговорном процессе на совете глав ДФО вопрос все решить. На следующий год все деньги нам остаются. Мы их переносим к Камчатке, а за счет того, что Камчатка строит быстрее, в следующий год получаем к нам бюджет в Хабаровском крае. Более миллиарда рублей. Плюс Юрий Петрович Трутнев, полномочный представитель президентов ДФО и вице-премьер, дал поручение Генеральной прокуратуре и правоохранительным органам поработать с некоторыми подрядчиками. Мы об этом просили, потому что я не понимаю, как можно было освоить деньги, завалить стройку и еще с правительством Хабаровского края судиться. То есть тормозить работу. Вот сейчас мы разбираемся с одним строителем. Он в судах находится с правительством края. Объекты не сдал, денег нет. Кто за это будет отвечать?